Привет! В сегодняшнем видео, наконец-таки, мы поговорим о ящике Мэйхо. Как вообще я пришел к тому, что начал рыбачить с ящиком? Ну, вначале, как и очень многие, я начал ловить с рюкзаком. Но сразу же не понравилось, потому что много всякой мелочи. Это все лежит там в двух отделениях рюкзака. Надо постоянно рюкзак расстегивать, чтобы туда залезть. Там можно долго-долго что-то искать и не найти, а потом найти через рыбалку. Короче, геморр, и мне лично показалось, что это неудобно. Я увидел одного парня, что он рыбачит с рыболовным каном. Ну, такие обычные, дешевенькие, оранжевые каны. Решил взять себе такой кан. На самом деле, мне все это капец как нравилось поначалу. Туда можно поставить палку. Это все на виду, короче говоря. Можно в воду этот кан поставить. Очень круто. До одного дня, когда я попал под очень жесткий дождь. Короче, я спрятался под деревом. Кан у меня тоже был под деревом. Но ливень был настолько сильный, что у Кана не влагозащищенные молнии. Я, короче, открываю Кан после дождя. Он полон воды. То есть, в воде все. Телефон, приманки, ключи от машины. Все в воде. И тут я подумал, что, блин, не так уж это и круто. Ловить с Каном. Надо что-то придумать. И я увидел, по-моему, сначала на ютубе у японцев, как они рыбачатся ящиками с пирсов. Потом увидел, что у нас здесь у ребят у некоторых есть ящики. И решил купить себе первый ящик. Очень большая штука для того, чтобы на столе вам показывать. Но, короче, это ящик Мэйха 7070N. До него у меня был 7070 просто, который с черной крышкой. Отличаются они чем? Наличием, собственно, вот этих защелок. Эти защелки фиксируют ручку в верхнем положении. И не дают ей изгибаться, что ли. Я вам сейчас объясню, что я имею в виду. У меня был 7055, маленький ящик. И ярко выраженная проблема у него. Когда ты ставишь две палочки сюда, берешь его, он начинает заваливаться на какую-то из сторон. Было такое, что мне приходилось вообще ящик двумя руками брать и нести его впереди себя, как младенца какого-то. Короче, это очень неудобно. И вот эти защелки, они очень нужны на маленьких ящиках, которые 7055. Но на 7070 вообще роли особо не играют. У меня не было такого, чтобы я с прошлым ящиком шел, и у меня что-то там перевешивал, что-то заламывалось. Просто вышла обновленная серия, я решил обновиться. Но сейчас, используя его уже два сезона, могу сказать, что вот эта фигня, она прям абсолютно не принципиальна. Давайте покажу вам наполнение своего ящика, какие аксессуары я использую. Так как о ящиках много рассказывать нечего, мы еще с вами пойдем к другим людям. Узнаем, какими пользуются они, что они туда кладут и как компонуют. Верхнее отделение. Оно идеально для ронганов, либо KSG и всех его вариаций миллиона, скрепленных по две коробочки. Обычно у меня всегда здесь четыре коробки вот так лежит, ну то есть скрепленные, и вот это место пустое. Здесь я просто рассыпухой застежки там могу еще какие-нибудь кинуть, или что-то мне надо протестить. Вот силикончик тестовый. Редко заполняю, короче, целиком. Здесь лежит пенка. У меня это не Ариэлаб. Ариэлаб, короче, есть производитель такой в России, который делает внутренние тюнинга для ящиков моих. То есть можно купить вот сюда панель для крепления блесен, там джиг-головок, что хочешь вообще. И внутри тоже покажу, куда можно. Они тоже вот такие пенки делают. Но это не Ариэлаб, это у нас в городе делали. Уже во второй мой ящик перекочевало. Для чего они нужны? Коробки здесь, они, ну, не впритык стоят, да? Они вот маленько болтаются. И если не использовать пенку, либо сюда ничего не подкладывать, то у вас коробка за сезон стирается так, будто бы она просто по наждаку ездит. Но, как вы видите, вот два сезона с моими коробочками ничего не произошло. Также здесь запас расстояния такой, что всегда идеально узловяз и ножницы входят. Это одни из любимых ножничек от Field Factory. Больше про верхнее отделение нечего рассказать. То есть здесь вот есть вот такие перегородочки в комплекте с ящиком. Все, я больше чем уверен, комплектуют абсолютно по-разному. Вот мы открыли ящик, и ручка стала подставочкой. То есть у нас появился вот здесь столик. Сюда тоже прибуду от Arial Lab. Клеится обычно. По-моему, здесь она с прозрачной стенкой. Короче, блесна тут вывешена. Но это форелисты, там вообще люди странные и страшные одновременно. Здесь в комплекте тоже идут две перегородки. Я оставляю всегда одну. С этой стороны у меня в коробочках все. Это большие ронганы 3010. Ну, то есть получается три больших ронгана. Две толстенькие 3010 и одна тоненькая 3010. Здесь у меня просто навалено. Что попало? Это коробочки с маленькими грузами, крючками, шок-лидеры, какой-то еще силикон в пачках. Потому что по какой-то причине я не стал там в коробке класть. Просто таская его с собой, может когда-нибудь пригодится. И, собственно, это все очень удобно. То есть я обычно на вот этот столик просто выкидываю пару коробок, которые мне нужны. Вот сейчас у меня здесь все уложено от ультралайта до лайта. То есть вот в этой коробке, видите, уже там вольфрам по 16-18 грамм. Мандул всякие гаврильские лежат. Силикон крупный. Короче, сейчас у меня здесь вот вообще все рыболовные аксессуары, инструменты и приманки сразу же. Вот в таком компактном ящике. Раньше, когда я не таскал лайтовые штуки-дрюки здесь, сюда мне идеально входили... Есть квадратные такие кейсы для катушек от компании Fisherman. Они как будто бы созданы для ящика Мейха. Они вот прям идеально сюда впрыгивают и можно и катушки хранить. Все это лежит в машине весь сезон. То есть всегда все с собой. Это все очень удобно. Ну, понятно, что оно тяжелое. Но я там приезжаю, если на озеро, знаю, что мне лайт не нужен. Я просто в тачке вытащил лайт в коробке от лайта, взял с собой ящик и побежал. Про стойки. Я использую 250-е стойки. Есть еще 230-е. Чем они отличаются? Внутренним диаметром, высотой. И 230-е. Они, короче, на болты крепятся. Эти просто пластмасса в пластмассу на пазах, как KSG. Примерно такие же замки. Ну, мне, конечно, очень нравится, когда жестко стойки закреплены. То есть в них нет вот такого люфта. Но есть нюанс. Есть вот такой аксессуар. Это дополнительное расширение для того, чтобы на стойке можно было повесить дополнительное, ну, назовем это оборудование. Он крепится только к 250-м. Поэтому у меня 250-е стойки. Что за дополнительное оборудование? Во-первых, с этой стороны я обычно вешаю липгрип. С этой стороны у меня площадка Мэйховская. Она очень прикольная. У нее вот эти вставки разворачиваются. С одной стороны пенка, с другой стороны магнит находится. То есть удобно. Ты меняешь приманку. Просто прицепил сюда, чтобы потом к ней вернуться. Особенно это актуально в дождь. Когда ты не хочешь открытым держать ящик. Например, вот у тебя вот тут все это в быстром доступе валяется. Столик купил себе, потому что мог. И особо им на самом деле не пользовался. Видел очень часто, как форелисты сюда. Тоже все вот это вот форелевое раскидывают. И оно вот у них тут лежит. Ну, мне не пригождается, но он у меня есть. Не знаю, может быть придумаю, как его использовать. И подстаканник. Это вообще для бутылки. С водой он сделан. Сюда встает 0,5 воды. Святой источник, например, отлично запрыгивает. Также я его использую как мусорницу. Я не выкидываю на берегу куски силикона. Все это собираю вот сюда. Короче, потом в помойку и полетели. Мега удобная штука. Во-первых, все у тебя очень компактно хранится. На нем можно сидеть на рыбалке. Пофигу, какой там ливень на улице. Ты его просто закрыл, внутрь ничего не попадает. Также его можно ставить в воду. Видел, что очень многие, которые рыбачат на море, они, например, внутреннее отделение используют как кан. Ну, то есть они туда берут, типа рыбу закидывают. Не знаю, зачем они это делают. Непонятно. Про свой ящик не знаю, что еще рассказать. Долго думал. А давайте мы просто пойдем к другим людям. Посмотрим их ящики. Как у них все это укомпоновано. И какими аксессуарами они пользуются. Короче, сейчас мы докопаемся до Славы. У Славы вообще, как у миллионера, два ящика. И он нам расскажет, зачем ему их два вообще. И что там происходит. Давай про маленький вообще. Нафига он тебе нужен? Как ты? Нет, давай так. Ты вообще как к ящику пришел? Честно, надоели всякие поясные сумки, портфели. Относительно, грубо говоря. Рюкзаки. Неудобно с ними снимать, расстегивать, доставать. Короче, я психанул. Купился изначально два ящика. Так. Первый это был 20-70. Ну, оранжевый 20-70. Да, да. Но? Оранжевый был. И, соответственно, черный. Который 77 из простой. Но пришлось с одним расстаться. Это с черным. Осталось я маленький. Думаю, ну, там большой вроде. Большой, нафиг не нужен. В итоге в маленький ящик я потом опять же продал. Оранжи купил себе черный. И, в принципе, я был мега доволен. В том плане, что на любую рыбалку с микро-чинкой, когда тебе, допустим, там недалеко ходить, у тебя все в одном. Грубо говоря, там два спиннинга, две стойки. Вот эти были здесь. Соответственно, просто прогулялся, там, не знаю, ну, метров 20-30. Все поставил. У тебя все стоит. Большой плюс, огромный. Когда ты его раскладываешь, допустим, не просто первую секцию открываешь. Ну, здесь, это, конечно, перегородка, половину, что это, бардак. Делаешь столик. Все. И ты ешь за ним. Естественно, ем. Понятно. Второй момент, ты просто достаешь коробку, раскладываешь ее здесь. Ну, выбираешь какую-то приманку. Все остальное у тебя, грубо говоря, здесь. Либо там просто достал коробку, вывалил сюда, что нужно там рыбачить на одной локации. Если нужно перебрать, ну, открыл, грубо говоря, есть там дежурная коробка. Просто сбросил, закрыл, положил в ящик. Легким движением все, пошел. Ничего лишнего, на себе ничего не таскаешь. Спина не болит. Он тебе без стоек. Почему? Они переезжают просто с ящика на ящик. Просто надо еще две докупить. Тогда будет, соответственно, удобно. Почему 250-е тоже ты используешь стойки, а не 230-е? 250-е удобно в том плане, что они универсальные, которые light. То есть они очень быстро снимаются. Все. То есть если в машине очень мало места, ты, грубо говоря, снял, либо поменял просто высоту. А, ну да, кстати, я вот не учел. У них еще высота у стоек, короче, регулируется, что под разные палки. Допустим, под две крыжи ты оставил так. Если у тебя light, делаешь так, все. Ну, либо не только так, а бывает, что когда катушки массивные, и они бывают трутся друг об друга, короче, это выбешивает. Ты можешь просто один спиннинг приподнять над вторым, и все будет окей. Что это за аксессуар у тебя? О, это самый удачный аксессуар. Один из удачных аксессуаров. Это держатель для бутылочки. А, ну, короче, это вот как у меня получается держатель для бутылки, только это новинка, он раскладной. Да, в разы компактный. Сложить и, типа, вот такой прикол. Ладно, фиг с ним с этим. Давай про большой ящик поговорим с тобой. Во-первых, мне очень нравится белый цвет. И, наверное, если бы я сейчас хотел взять ящик, я бы себе взял белый по той простой причине, какой... А? А? Он не нагревается на солнце. Потому что в черном ящике, если ты весь день рыбачишь на жаре, и палит солнце, там внутри такая баня, что, ну, просто адок. Ну, а так как я уже сказал, что на большом ящике вот эти застежки, они особо, ну, как бы нахер не нужны, то вот этот вот пацан очень симпатичный. Давай верхняя шелка. А все просто. Сейчас еще пару нюансов. То, что тут защелки, допустим, да, если не удалось купить такой ящик, лайфхак просто лицевой стороной к себе, потому что ручка здесь упирается, просто вот так вот таким-то образом прислонил, грубо говоря, все, идешь, он не болтается. Если, соответственно, на эту сторону, ну, да, есть нюансы. Как бы все просто. Я даже не думал об этом. Давай не подсказать. Тот много с ящиками ходит. Ну, все то же самое, только... А, у тебя просто навалено здесь. То есть у меня бардак. Ну, это просто общеский беспорядок, короче. Это еще на самом деле закрытие сезона, я его поставил и забыл. Понятно все. А в большом отделении что-то скажешь? Ну, тоже коробки, короче. В большом отделении все просто, коробки отделены, грубо говоря. Ну, тоже... Ну, хочу заметить, что у тебя не только мейха, у тебя еще и дейчосейка коробки. Здесь они тоже входят, да, и дверно. Все так. Ну, палим секретные приманки. Это Ваня, ну, так что можно. Понятно все. Короче, ты ящиком доволен. На самом деле, да. То есть просто идет градация, допустим, тот микрожиг чисто, а здесь уже... Это потому, что ты богатей. У меня вот все в одном. У меня нет никакой градации. Серьезно, да? Упс. Вот какой иконостас у нас тут нашелся. И это Ваня. И сейчас мы с Ваней поговорим о его ящиках. Во-первых, как ты вообще до ящика докатился? В смысле, как ты пришел к тому, что тебе хочется пользоваться ящиком? Ну, в первую очередь он у меня был как форелевый, на самом деле. Вот. Потому что удобнее. Из форелевого всякого шмурдика слишком много, чтобы таскать это в каких-то там карманах. И все такое. Вот. Поэтому ящика еще есть совместительство сразу со стойкой. То есть совсем удобно. Поэтому, скорее всего, до ящика докатился. Ну, это изначально, на самом деле, было. Потом я еще понял, на самом деле, насколько удобный ящик для лодки. Так. Неожиданно. Да. На самом деле. Особенно маленький. Маленький очень удобный для лодки. То есть это все как бы в одном месте и точно защищено от воды. От грязи, от сека. Это и чепухи. Ну и плюс он раскладывается же, получается, столиком. И удобненько раз разложил, так лодки все это делал. И можно достать. Ну, когда Слава сказал про то, что удобно, что столик, я его понял. Да. Ну, а от тебя мне неожиданно это. Не, ну, столик в плане приманок, а не в плане бутербродов. Разные цели. Давай про маленький с тобой сначала поговорим. Вначале вот это вот. Да. Что это за пипки? Это специальные штучки такие. Они сделаны для того, чтобы у тебя, вот когда такая красота есть, допустим, она достаточно тяжелая, и она может при порыве какого-нибудь ветра навернуть ящик, потому что вот эта вот штука, она, ну, если без них, она вот, видишь, грубо говоря, а они это все дело, оп, и фиксируют. Но это Ареалаб делает тоже. Да, это Ареалаб делает. И весь тюнинг у тебя Ареалаб? У меня, да. Так. Про тюнинг маленький расскажи. Ну, тюнинг у меня получается здесь, соответственно, вот исключительно только верхний и вставыш. Вот, в том ящик у меня и верхний, и нижний. Ну, покажешь, что мы потом дойдем до него. Вот, соответственно, это все дело вот так вот выглядит. Вот. И оно обратно там держится на этих магнитиках. О, я, кстати, не... Ну, вот видишь, она как делает. Я не знал. Прикольно. Ну, в микрухе, короче, особо это нафиг не надо. Ну, именно вот это вот в микрухе, если и надо, то на море. То есть там вот джиголовки вполне себе актуальны. Можно даже пилькеры вот эти плоские развесить. А, ну да, кстати, да. Почему нет? Там же Арили Лаб, и у нас, по-моему, в наличии даже есть эти... Есть даже специальный эдишн для моря. Угу. Да. Вот, поэтому вполне себе. Вот. Ну, для форелев это вообще мастхев, конечно. Ну, тут, короче, коробки обычно просто нет. Да, здесь можно с коробки. Здесь кто-то прямо так вот нанизывает воблерки и всякие там маленькие. Ну, кому как удобно. У меня тут сейчас не то, чтобы порядок. Поэтому вот как-то так. Вот, соответственно. Ну, а здесь вообще, конечно, кто на что гораст. То есть тут можно как угодно извращаться. У меня такие коробочки с всякими воблерами, этими королевыми делаем. Стойки. Почему 250-е? Ну, на мой вкус они, во-первых, самые удобные, вот, по размеру. И самое главное, что оно разборное. Это не надо никакий шуруп и вот этой всей истории. Я, как бы, не понимаю, зачем это все надо. Вот, поэтому у меня именно такие. Ну, и плюс цветовая гамма там достаточно такая, более приятная, чем... Но они все полупрозрачные. Да, 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 мне вот... Давай большой. Так, большой. Ну, тут, соответственно, штука такая же, но вот у меня, да, вот у первых версий была такая вот беля. Она скукоживалась. Она скукоживалась от температуры. У меня это еще самые-самые первые все эти версии, поэтому они не супер качественные. Вот, здесь, ну, принцип тот же. Ну, понятно, тут особо ничего не расскажешь. Да, особо на самом деле ничего не расскажешь. Ну, соответственно, у меня изначально была нижняя, вот, Ариэлла. Но нижняя, честно скажу, неудобно. Поэтому я потом переделал на верхнюю. Я почему брал нижнюю? Объясню. Я люблю сидеть на ящике. Хоть и кто-то говорит, что нельзя, но с моей местом вроде можно. Слава сидит, поэтому... Ну, даже Слава сидит. Да, всех посылать с этими историями. Да, вот. Я поэтому взял вот эту, чтобы там, получается, нагрузки от моей жопки не было на... Понял. Блесны. Ну, на самом деле, я потом понял, что это тоже мне не особо страшно. Вот, поэтому я переделал. Но использовать именно ее вот так вот для блесен вообще неудобно. Прям совсем. Почему? Максимально. Банально, то есть ты, когда здесь открываешь, у тебя еще доступ к вот этим штукам. В открытом. То есть ты навалил сюда воблер, там, джига ловки, там, застежки, флюрик, ножницы. Все, что хочешь. Тоже узловяз. А здесь это все будет вот там, где-то, 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 господи, там. Ты вот открыл, воняет капец. Да. Форелевым вот этим все делом. Просто ужас. Давайте заканчивать. Да. Ну и, короче, на этом будем заканчивать все, что знали про ящики. Все вам рассказали. Понятно, что у Мэйха там еще огромное количество аксессуаров есть. Можете ознакомиться с этим на сайте Мэйхо. И что-то для себя, возможно, подчерпнете. Там даже фонарики есть, которые устанавливаются на стойке. Все. Всем спасибо за просмотр. Давайте лайки, подписки. И всем пока. Сейчас вам дед Иван Федерист расскажет, как угрочить окушка. Берешь, накидываешь три, старт. Ждешь. И все? Да.